Описание рыбной диеты. В наши дни, зайдя в интернет, можно найти огромное количество диет, как для быстрого, так и для умеренного похудения. Однако при соблюдении любой диеты, нужно помнить о необходимости употребления белка, причем в необходимых для организма количествах, поскольку его нехватка не только угнетающе действует на все процессы жизнедеятельности, но подавляет настроение. Поэтому советуем вам попробовать одну из королев мира диет – рыбную диету. Продолжительность диеты составляет 10 дней, и перед ее соблюдением желательно провести консультацию со своим врачом или диетологом, так как необдуманное применение любой диеты может пагубно сказаться на вашем здоровье. Меню рыбной диеты. Перед завтраком выпить стакан воды. Завтрак – крепкий зеленый чай, яйцо, вкрутую в мешочек, в смятку, в виде яичницы или глазунья, стаканчик йогурта, либо небольшая порция обезжиренного творога. Перекус – сначала съешьте 50 грамм рыбы, это усмирит аппетит и запустит пищеварение. Затем следует доесть рыбу, но уже с вареными овощами. В качестве закуски можете съесть один сырой овощ или свежий фрукт. Соль стоит исключить, а перец, приправы, пряности, базилик, кориандр, лук и чеснок наоборот, желательно добавить в свой рацион. Перед обедом выпейте 2 стакана воды. Обед – 250-граммовая порция рыбы, запеченной в фольге, вареной, печеной главное без жира или морепродуктов. В качестве гарнира можете съесть салат из листьев зеленого чая и вареных или сырых некрахмалистых овощей, стручковая фасоль, брокколи, брюссельская капуста, цукини, огурцы, болгарский перец. Салат можете сбрызнуть лимонным соком или по вкусу приправить обезжиренным йогуртом. Закусить можно обезжиренным творогом. Спустя пару часов после обеда можете выпить стакан воды. Ужин. Меню ужина идентичное обеду, но более разнообразное. На протяжении всех дней диеты чередуйте холодное и горячее, приготовленное на пару и печеное. Перед сном необходимо выпить чашку крепкого чая для похудения. Для его приготовления смешайте 100 грамм березового листа, 10 грамм манжетки, 10 грамм земляничного листа, столько же цветков василька, 20 грамм хвоща и столько же корни бузины. Полученную смесь залить водой, прокипятить в течение двух минут и выдержать в течение четверти часа. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Спасибо за просмотр видео. С вами была Алиса Иванова. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok